Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришин. Довольно противоречивая информация. Эльман Пашаев буквально несколько часов назад заявил, что вообще не знает о местонахождении Ефремова. Потому что ему задали вопрос, правда ли, что выписали Ефремова и отправили домой. Он сказал, я не знаю. У меня нет никакой информации, что его выписали. И нет информации, что он на данный момент находится в больнице. Такой был комментарий от Эльмана Пашаева. Ну и многие таблоиды написали, что некого Пашаев потерял Ефремова. Опять начали поливать грязью, что как это так адвокат может не знать как там этого. Вы понимаете, это вот люди следят за делом Ефремова. И они в курсе, они хотят знать, где Ефремов, что да как. Но все дело в том, что если Пашаев адвокат, нанятый адвокат, за деньги нанятый адвокат. То все дело в том, что он же не нянька, он не член семьи, не жена. Там понимаете, чтобы каждую минуту знать, где находится Ефремов. То есть он оказывает ему соответствующие юридические услуги. Он его адвокат. Он знает, что он в больнице. То есть ему, например, врач там звонит или сам Ефремов звонит. И уедомляет его о том, что его выписали, к примеру. Плюс ко всему, он же может не все рассказывать журналистам. А да, он может не давать комментарии какие-то в пользу Ефремова. Чтобы, например, журналисты не караулили около дома при выписке. Или около больницы там. Потому что и так он считает, да и мне кажется, это так и есть. Именно всякие ток-шоу и вот эта травля сообщества журналистского довела Ефремова до этого состояния. Поэтому вполне возможно, что он эти комментарии не дает и говорит, что он не знает, где находится Ефремов. Именно исключительно в интересах самого Ефремова. Ну вот семейный врач, передает Москва-24, Михаил Ефремов, Борис Круглый. Рассказал о том, что в настоящий момент актер находится дома после пребывания в больнице. Кто вам сказал, что он в больнице, он говорит. Он уже дома заявил Круглый. Ну, на самом деле, дома и дома, что тут скажешь, полечился и, значит, домой отпустили. Сегодня стало известно, что Боткинская больница прислала документы в Пресненский суд о том, что Ефремов не может участвовать в процессе пока в силу, так сказать, состояния здоровья. Но диагноз не уточнили журналистам и совершенно правильно сделали. Потому что то, что мы наблюдаем отсутствие адвокатской этики, хоть врачебная этика у нас все-таки еще есть. А по врачебной этике нельзя сообщать диагноз больного человека. Это радует. Другое дело, что да, после инсульта восстановительная терапия довольно длительная. Но инсульты тоже бывают разные. Инсульт может быть, там типов инсультов целая гора. И поражений головного мозга и так далее тоже очень много. Если это было какое-то там нарушение мозгового кровообращения, например, его стабилизировали состояние. Сейчас, в принципе, из-за вот этого вируса вообще всех стараются как можно раньше выпроводить из больницы, чтобы человек дома был и не контактировал там с больными. Не знаю, может быть, в домашней обстановке ему будет более восстанавливаться. Всегда это лучше, чем в больнице. Пишите ваши комментарии, ребят. Подписывайтесь на канал, кому интересно. С вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи.